Чёрными я играю. Да, вот я недавно смотрел стрим Евгения Шувалова, и он так как-то о шахматах сказал, что он не хочет, чтобы его дети играли в шахматы, и шахматы вообще это наркотик, что лучше меня заниматься. И ещё такой момент он сказал, если у вас есть возможность не заниматься шахматами, а заниматься чем-то другим, то лучше заниматься чем-то другим. Ну, честно говоря, я абсолютно не разделяю его мнение, я наоборот занимался очень многим, и к шахматам пришёл только вот уже перепробовал очень многие роды деятельности, ну, в основном связанные с умственным трудом, конечно. Поэтому, ну как шахматы, для кого как? Кому шахматы наркотик, злой наркотик, для кого добрый. Так, ТЭЦ Теплоэлектроцентраль. Вот такие вот пироги. Спасибо Ивану Куракину за пояснение. Ну, список, ребята, список это 8 ближайших человек. А вы видите в правом нижнем углу, что выводится? Список вообще всех, 45 человек. Вы же понимаете, 8 человек, это ещё сколько раз по 8? Почти 6 раз по 8, это будет как раз полный список. Так, ну опять вот этот закрытый каталон. Соперник сильный, я его видел во многих стримах. Два раза мне удалось его победить, но, видите, статистика работает против меня. То есть, вернее, теория вероятности. Потому что в какой-то момент уже набирается критическая масса. Я вот вспоминаю как раз такой случай с Паулем Керрисом. Кажется, с Бенка он имел счёт сухой. Но в тот момент, когда ему нужно было обязательно Бенка обыгрывать, Керрис его обыграть не смог. И это решило судьбу какого-то очень сильного турнира. По-моему, даже какого-то претендентского. То есть, турнир претендентов был. Ну, вот тут та же примерно ситуация. Привет, из Каменца Подольского. Ваш фанат Марьян Дуков, Мастер Фиде. Прекрасно, видите, у меня даже такие квалифицированные шахматисты смотрят. Это говорит действительно о том, что шахматы для всех. Так, мой соперник недвусмысленно нацелился на А6. И, честно говоря, я тут заговорился. В таких позициях нельзя терять концентрацию. Вот я король А7 сыграю, он пойдёт к нём на Ж4. И уже будут какие-то вопросы. Может мне вообще А5 пойти? Конечно, понимаю, что там будет дыра на дыре. Но хоть как-то... А может быть вообще Ф5 он заберёт? Я взял. Ф5, Ф5, Ф5. Конечно, не хочется вскрывать. Но, наверное, уже надо. Ладно, Ф5 пойду. Позиция, конечно, такая. Если удастся ему меня здесь как-то взорвать, то будет очень трудно защищаться. На это белые, конечно, и идут. Так, взял на проходе, чем не бить. Можно, конечно, и ладьёй вообще забрать. А можно конём. Конём? Ну, давайте конём. Ладно, конём забрал. Две минуты. На Е6 напал. То есть, вот он переключается на то, чтобы играть по... Играть по вертикали Е. Так. Что я могу сделать? Если я конь Е4... Всё это под бой. А потом как-нибудь сюда. Так, так, так. Сюда. Конь Е4 ход, конечно, какой-то странный. Ладно, давайте конь Е4 попробуем. Вот так вот пешечку отдадим. Потом конь Д5, может быть. Может быть, слон Б4 пойти сначала. Но он, конечно, бы там не допустил хода конь Е4. Посмотрим. Я подозреваю, конечно, что ход далеко не лучший. Но, возможно. Так. Давайте заберём. А потом вот коня вот туда вот. Если пустят, конечно. Давайте вот так коня. Посмотрим, что будет. Как он дальше будет это всё дело раскручивать. В принципе, я хочу сейчас где-то забрать на Ф4. В случае ладья Е6. А потом на Н4. Пешка на Д4 изолированная. Что-то есть. При случае можно даже ладья Е6 пойти. Чтобы защитить там. То есть я пожертвовал пешку. Но немножечко упростил положение. Так. По линии Ф бы тоже как-то прицепиться. Ладья Е6 вариант. Бьёт конь сюда. Тоже. Ну, брать слона. Ой-ой-ой, смотрите. Какой интересный ход он сделал. Всё-таки он его сделал, этот ход. Если я заберу, он сюда. Потом ладья Ж4 будет ход. Ладья Ж4. Ну, подождите. Ладья Ж4. Это же я могу. Конь Ф6. Ладья сюда. Да. Тут можно не унести ноги, если забрать этого слона. Взял. Сюда. Ладья. Шах. Отошёл. Шах. Нет. Это опасно брать этого слона. Опасно. Но так без двух пешек. Если конь Ф6 пойти, то он забрал. Я взял, он взял. Ладно. Давайте конь Ф6 пока сыграем. Хотя он может, наверное, пойти просто Ферзь Ж5. Да? Ферзь Ж5. Может он сыграть. А, решил так пойти. Хорошо. А если я попробую всё-таки взять, он возьмёт. Там так всё плохо, что ли? Он же всё-таки ладью сразу не заведёт. Он же ладью не заведёт. А если я ладья Е7? Давайте я ладья Ф7 попробую. Что у нас получается? Ладья Ф7 и я могу забрать на Д4. Если он сыграет ладья Е1. Ладья Е1. Слон Ф8. Да? Какой-то ход есть. Кстати, слон Ф8 ход интересный. Шах. Защитился. Давайте слон Ф8 сыграем. Довольно интересный ход. Шах защитился. Ну, слона на Ж7 надо ставить. И не дать ему подключить коня через Ф3. Если удастся, конечно. Так. Ну, тут надо так только ходить. И дальше, наверное, как-то Ферзь Д4. Или Конь Ф3 он всё-таки сыграет. Конь Ф3. Что получается? Четыре пешки. А, вот сюда он бежит, да? Четыре пешки. Ферзь сюда, он сюда. Ферзь сюда, он сюда. Так, так, так. К сожалению, там развязаться быстро не получается. Или может быть не сыграть Конь на Д5? Конь на Д5. Шах. Да нет, Короля надо убирать. Давайте я уберу Короля. Посмотрю, что будет. Си сюда, то шах. А, сюда шах будет. Плохо будет. Ладно, тогда давайте так. Си разменяется. А может, там на Д4 я заберу. Д4 Ферзь. Мало времени. А, сюда. Ну, давайте так. Что там будет? Что там будет? Шах. Так. И... И что же тут будет, тоже непонятно. Ладно, давайте так. Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Посмотрим, что будет. Там же мат двумя способами грозит на этих полях. Так. Ай, все-таки мат ставит, да? Ай, мат ставит. Ну что ж такое. Видите, как красиво закончилась партия. Это красивая партия. Смотрите, как интересно. То есть, вот в этой позиции он все-таки поставил мне шах. И чем бы я не закрылся, все равно был бы мат. Если бы я закрылся ладьей, был бы мат на G7. А если так пойти, то будет взятие. Ну да, если бы я королем, если бы я ладьей забрал, то был бы сразу мат. А я забрал королем, и он забрал тут. Если бы я забрал здесь, то был бы мат вот так. Да, красиво получилось. Спасибо сопернику за игру. Вот такая интересная партия. Но где-то я перемудрил. Можно было лучше, конечно, защищаться. Но вот такой вот поединок. Идем дальше.